Дай почитать. Гилли Хопкинс заняла 63-е место среди детских романов всех времен в опросе, опубликованном журналом школьной библиотеки. Переведена на 20 языков мира. Итак, по сюжету Галадриэль, вспоминаем Джона Толкина, Хопкинс приезжает в третью семью. Ее биологическая мать, хиппи, дитя цветов, отказалась от дочери, но периодически присылает ей открытки, внушая девочке, что она о ней помнит и хочет встретиться. Самая большая ценность Гилли – это очаровательная фотография молодой и прекрасной мамы. Но зачем все эти приемные семьи? Трудный и неуживчивый подросток Гилли презирает и ненавидит их. Ее самая заветная мечта – жить с мамой. Девочка ведет себя просто безобразно, дерзит, хамит, демонстрирует крайнюю недоброжелательность. Ее блестящие интеллектуальные способности направлены в основном на придумывание хулиганских выходок. Ее новую семью возглавляет миссис Троттер, необъятная и неопрятная, невероятных размеров. Она приютила маленького робкого трусливого Уильяма Эрнеста. А еще ежедневно на вечернюю трапезу приходит к ней слепой темнокожий сосед мистер Рэндольф. Он необычайно добр начитан, у него огромная библиотека, и он восторженный поклонник и знаток поэзии. Гилли вменили в обязанность сопровождать мистера Рэндольфа на ужин к Мэйми Троттер, а затем возвращать домой. После первого неудавшегося побега и отправленного матери письма с просьбой забрать ее к родным, Гилли постепенно проникается любовью и к новой приемной матери, и к робкому Уильяму Эрнесту, и к романтическому слепому темнокожему старику. Поэтому, когда за ней приезжает родная бабушка Нонни Хопкинс, до этого не подозревавшая о существовании внучки, Гилли понимает, что ее настоящая семья – это Троттер. Рекомендую эту книгу всем, но особенно тем, кто решится принять участие во всероссийском конкурсе «Мое призвание – педагог дошкольного и начального образования» и получить дополнительные бонусы при поступлении в ВЯДГУ 6+. Дай почитать